Сегодня утром мое началось с такого интересного события, точнее с интересной информацией из налоговой, что на наш предыдущий автомобиль Volvo XC90, кто с нами давно видели его, да, пришел налог за последний год и еще типа прошла декларация по поводу продажи автомобиля. Ну и получается, что нужно а-ля от этой суммы заплатить как бы 13%, сел читать, изучать эту информацию, чуть позже разберусь, скорее всего в этом выпуске, чуть дальше разберусь, покажу и заплачу, как что вышло, но я так понимаю, что его можно сократить, этот налог, если, например, продаешь машину в минус, да, либо если ты не в минус продаешь, ты платишь исключительно с прибыли, ну типа, например, за, к примеру, за миллион купил, за, точнее за 900 купил, за миллион продал, то есть можно заплатить не с миллиона 13%, а заплатить только лишь со 100 тысяч, вот собственно, с этой прибыли. Ну короче, сейчас сяду разбираться, чуть позже вам расскажу. Сегодня же 19 октября и как, наверное, вы помните из предыдущих выпусков, в эту дату мы должны явиться в МВД, ну точнее я, по сверке документов насчет загранника Мирона. Вот, там предоставить надо фотки, потом нужно еще паспорт, свидетельство о рождении, вот. И посмотрим, через сколько нам выдадут. Я напомню, мы подавали на старого образца на 5 лет. Слушайте, ну первое, конечно, очень круто, что вообще все быстро, быстро сверли документы, там взяли фотографии, копии, вот. Но не порадовало другое, это то, что вот сегодня 19 октября, и она говорит, что срок готовности будет только аж 6 ноября. Это капец, как долго, ну вот вообще капец. Это столько времени получается еще тут сеть тусоваться, но она как сказала, типа, если будет раньше готов, то уведомление придет, а так 6 ноября. Я говорю, день сегодня просто нереально, мне кажется, я даже побледнел. Блин, сижу за компом, мне хлопс вот это приходит, и я просто в шоке, я захожу на счета аресты. Просто жесть, просто жесть. Почему сейчас? Почему именно сегодня? Вот, я только полчаса назад ходил, говорю, Настюха, состояние такое, говорю, в душе, что хочется сесть и, блядь, зарыдать. Не знаю почему, видимо, то, что мы так долго тут, то, что не срастаются наши планы. И тут вот эта штука добела. Я, значит, попил кофеечек, взбодрился, и еду, ребята, еще вооружился документами, и еду в налоговую разбираться по транспортный налог. Ладно, окей, а по поводу то, что налог на продажу, вот этот, типа, а-ля, с прибыли мне надо заплатить, конечно, ни хрена не понял, надо ехать разбираться. Чуть позже вам расскажу, как все прошло. Так, ну че, вот она налоговая, пойдем разбираться. Так, ну че, здесь, конечно, слога масочка, вот, но здорово, что почти никого вообще нет. Короче, объяснили, как заполнить эту декларацию, типа, она должна быть налевая, вот, но нужно будет приложить еще кофе, и она сейчас будет сбегать, вот. Ну и, в принципе, должно прокатить. Вот так вот, сумма налога подлежащего плате, ноль, сумма налога, ноль. Так, копии готовы. Конечно, вообще, мне, как современному человеку, очень неудобно, что это нельзя сделать онлайн-то, но если, конечно, сделать можно и я не нашел где, то, конечно, я затупан. Ну что, все, декларацию, короче, я сдал. Там, короче, какой прикол, то, что в договоре, когда я ее брал, мы писали большую сумму на машину. Сейчас, минуту. Ага. Так как, ну, короче, так нужно было. Вот. И, получается, продал я ее как бы дешевле. Соответственно, с этой разницей, то есть ты как будто бы ее продал в убыток. Ну, то есть я, да? Значит, налог платиться не должен. Ну, посмотрим. Потому что, типа, нужно предоставить договор. Договор о том, когда я ее покупал, у меня нету. Ну, посмотрим. Он есть в ГАИ. Возможно, просто запросить, надо будет как-то суетнуться, его получить. Но наложили штраф. Огромную сумму в тысячу рублей. Вот. Я, по сути, сижу и думаю, смысл тогда сейчас задавать декларацию, все равно будет штраф. Пусть они дальше разбираются. Вот. Штраф-то все равно будет. Ну, в итоге, ладно, уже сдали, сдали. Что хочу добавить еще по машине. В общем, смотрите. Если вы владеете машиной свыше трех лет, то вообще вам ничего задавать не нужно. Если вы владеете машиной меньше этого времени, то тогда вам придется подавать декларацию и, соответственно, платить налог на прибыль. Если у вас в договоре указана сумма, к примеру, вы купили ее за 800 тысяч, а продали за 700, то вам нужно, соответственно, предоставить два договора купли-продажи, и вы будете платить 13% налога с прибыли, со 100 тысяч. Если вы купили машину за 800 тысяч, а продали ее за 700, то, соответственно, вы ее продали в убыток. Соответственно, вам вроде как, вот у меня такая ситуация, то вроде как вам ничего платить не нужно будет. Также предоставляете два договора с разными суммами, сдаете на любую декларацию, мне дали образец, как это все делать, и все, ждете три месяца. Если не вовремя это делать, как я, вам накладывается штраф в тысячу рублей, который тоже приходит, потом по почте, вы его оплачиваете. Если не оплачиваете вовремя, то какие-то пени. Ну, в общем, собственно, вот что с машиной. Так, ну что, я приехал к приставу, сейчас будем решать следующий вопрос. В общем, контора, с которой я бодаюсь уже не первый год, она снова получила судебный приказ просто и пошла, отнесла в банк. Вот кто не знает, такое возможно, что долг у вас определенный будет списывать не судебные приставы, а просто они пойдут, отнесут эту бумажку в банк, и банк уже вас арестует на основании судебного приказа. Но здесь есть выход, можно отменить судебный приказ. Если у вас есть какие-то различные доказательства, то сделать поворот решения вот этого судебного приказа и вернуть деньги как альтернатива. Вот, а дальше разбираться. Но в любом случае отмену судебного приказа делать нужно, и тем самым вы выигрываете время во всем разбираться. И, естественно, возвращать деньги, а потом уже заново идти выше по судам. Не районный, а не мировой, а арбитражный. Ну все, я тут как тут, идем в банк разбираться. Банк мне ничего нового не сказал. Собственно, пришли, дали им судебный приказ. На основании судебного приказа они арестовали и взыскали все, что было на картах, и как бы продолжат это делать. Я попадал в подобные ситуации, и в принципе я знаю, как действовать. Я вкратце о них рассказал чуть ранее в данном выпуске. А еще на данную тему я написал пост в своем инстаграм. Зачитаю. Остаться без денег. Пожалуй, страшный сон любого человека. Когда ты видишь уведомления, рез и взыскания. Паника. Сегодня со мной это произошло, и я не ожидал. Но у меня иммунитет. Первый раз это случилось в 2014 году. У меня тогда уже было ИП. Я копил и держал деньги на счету. В итоге я проштрафился, и меня покарала налоговая, забрав все, что было, еще и штрафы подкинула. Это был очень непростой период жизни. Денег не было вообще. Забрали все. Та ситуация меня научила вести бизнес нормально и нанять бухгалтера. С тех пор я не лезу к налоговой, а она не лезет ко мне. Надеюсь, так и будет. Второй раз я попал под аресты в 2020 году. Мы уже собрались чемоданы, распределили бюджеты и решили ехать в Крым. Как пришли уведомления, арест. Все деньги снова забрали. Тогда понеслась эпопея с судами и куча геморроя, которые я выхватил. Тогда снова мы остались без денег. У меня было 6 карт, но все в одном банке. Соответственно, я все потерял. Тогда эта ситуация меня научила, что нужно много банков, много счетов. Когда отвоевал я все суды, их было штук 5. Все выиграл. Я снова открыл счета, много счетов и разные банки. И вот сегодня снова уведомление ареста взыскания. Жесть, я в шоке. Первым под раздачу попал, конечно, Сбер. Самый дебильный банк. В этот раз, конечно, неприятно. Но учитывая, что у меня много счетов, это сохраняет деньги. Плюс крипта. Арест на крипту могут наложить? Приставы биткоины принимают? Этот октябрь я запомню на всю жизнь. Словно он хочет меня по полной прокачать, забрать максимум денег. Налоги, аресты, поездки, платежи, взносы. Я пойду решать. Ну и самое главное, если вдруг вы попадаете в какие-то подобные ситуации, то первое, конечно, что я вам рекомендую, это не паниковать. Друзья, если у вас какая-то происходит неприятная ситуация с законом, то берите, открывайте интернет. Слава богу, у нас есть. Изучайте, читайте законы. Поверьте, в интернете есть все. Существует огромное количество лазеек в законах, которые будут вам на пользу. Они сыграют в вашу сторону. Достаточно просто времени изучить. Главное, что это делать в спокойствии. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже в ближайшие дневные выпуски. Конечно, в комментариях напишите, если вы попадали в подобные истории, как вы выбирались. Очень интересно будет почитать. Я решил, что данный видосик нужно сделать и рассказать вам, своей аудитории, что у нас тоже в жизни не все так классно. Мы такие же люди, обычные. И у нас тоже есть проблемы. И даже на уровне вот этих законных и незаконных непоняток. Все, я с вами прощаюсь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok